не спеша главное чтоб с любовью у вас по-любому получится тогда так мы кладем и все просто настоящий майонез слава богу надо измельчить так как слишком уметь быстро мы будем готовить хачапури а не мясо а а а а а а и и и и а а и 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 что хватит сегодня жара надо небогато да да сегодня небогато надо нам надо будет крутить медленно быстро быстро крутить на не слишком высоком температуре буквально три минуты четыре минуты у нас все должно быть готово поэтому необязательно слишком много угля так друзья всем привет значит дивиться шоу у нас сегодня Рустам опять в гостях и Рустам сейчас расскажет чипы дорадовать нас сегодня пожалуйста сегодня будем делать хачапури в мангале в шампурах с лугунем и с фаршем с свининой фарш не простой у нас фарш опять же в начинку мы нарезали зелень добавили все специи лучок без чесночка и брынзу на крышу я фарш тоже брынзу это будет у нас внутренняя начинка на хачапури в шампуре вот это что ты сделаешь и плюс для тартара начинку нарезали здесь у нас чеснок огурец соленый пинза ну здесь можно применять кто хочет укроп я понял это соус тарта мы не будем добавлять сюда ни горчицу ни желток яичный так как ты будешь делать майонез там уже есть и горчица и все да и так как я обещал лично от меня майонез от стасяна я покажу как мы будем просто без всяких усложнений и получается дуже бомбезный майонез майонез я научил вику робить и но а века навчила уже свою сестру валю валя у нас сегодня в гостях за кадром она не хочет ну не хочет я кажу давай щось приготовим покажем она каже хай на следующий раз но есть ты будешь можем потом зними как она уже будет нам и есть можно так намотать можно узкими длинными полосочками так как у нас тесто сегодня у нас тоненькое мы наматаем так а если ты где-то 2-3 миллиметровой толщины тесто можно в длинную полосочку и вот так намотать на шампур но мы выбрали сегодня самый легкий вариант цветы уже гиф до куда здесь уже будет да это мой специально чтобы такие вот так вот берем обжимаем да обязательно это сейчас так кажется что он сейчас раскроется там и что нет сейчас они придут себе тесто полностью реально друг другу при прижмутся и все а ты же готовы да да не до конца ничего страшного что мы в этом тесто делаем это тесто мы купляли уже готовы чтобы не заморочить голову был дуже вата времени займе а так как холодильники надо держать после того как намесить там набагато про масло растопить масло и раскатать его несколько раз надо для теста но нам некогда это все чуть-чуть больше не надо и переворачиваем другую сторону и так само следующее берем шампурсик сыр нарезаем до небольшими кубиками на 3 на 3 если допустим будет вот здесь у меня несколько кусков большие есть слишком большие куски это неправильно почему внутри сыра много будет а теста мало то есть тебе казаться будет что ты ешь только сыр ради а не хачапу это неправильно ну хотя любители есть этого тоже что у меня часто требует только сам сулубыни готовить в мангале сам любители есть такой поэтому и оставляем небольшие расстояния обязательно чтобы не сглопалось чтобы когда ты снимаешь мог быть и себе кусочки снимать они целиком оторвался один готов высказать одевается хорошо если кусочком порезано на тоже есть сулугуни косичкой они волосистый волокнистые то есть их разрывает сразу при одевании на шампур их разрывает это неправильно ну я делаю тогда когда нету варианта другого нету под рукой а только такую из него тоже ну его лучше вот это вот неопытным людям только таблетки сумгу не таблетки ну в этих лакатыша да да а косичкой дужи пола косичкой просто неопытному будет он даже это видишь трескается то есть он не сможет одеть регулировать вот это еще один кусок я думаю достаточно приблизительно одинакового размеру почему так как мы сталкиваемся от этого размера ты по два метра все по одно обои достаточно обои достаточно ставим пока сюда обязательно краёчек первый и последний чтобы злопался до чтобы мышь быстренько мышь не будем ждать час или два у нас как раз угли подходят не спеша она шо с любовью у вас по-любому получится тогда вот и делайте и думаете что вы сейчас обрадуете своих семейных что вам скажу спасибо очень вкусно это важнее всего и действительно получится хоть камня можно делать шашлыта да получится если с любой залепляем да мы в этой жизни суетимся что-то делаем чем-то занимаемся иногда забываем жить этой жизни поэтому надо кое-когда заниматься этим насладиться этой жизни так мы еще превратительно потом еще раз вот эти прожмем тут сейчас намок так ну пока роста роберт рейт ты мне майонез я майонез готовлю роста так друзьячки дивиться шо вам необходима берете емкость берете три яйца 1 1 2 2 3 можете так само нашесть більшую емкость кто як хочет но нам небагато на семья же не здорово все зроби вы потом добавляем горчицу ну все я работаю горчицы вы можете работать без горчицы на вас примерно вот так потом наливаем олею 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 тоже примерно на глаз я нет мы не мотаем мерка скейки но так вот это чуть чуть больше века же чуть чуть больше вот так потом добавляем соль вот так есть и берем здоровую ложку и добавляем уксус и добавляем уксус одну ложку вот так и вот тут а в чем весь секрет кто не знает вы когда берете блендер вам надо по цей шапочкой накрыть один-два желтка вот видите как я не спеша не спеша придавил все я не дрейгаю влево вправо вверху вниз я просто включаю блендер а а а а если б я робил бы майонез и блендером не додавил или як начало разбивать начали поднимать вертеть мотилять ним ничем не получили все майонез готов девися кить олею можете использовать не именно рафинированную любую мы любили в любой все берем маленькую ложечку и и и очищаем важно ты понял я да да баваля тоже робило но и получается но в начале не получалось с холодных яиц ну с холодных да витяните яйца минус за 15 до того как вы робите все умойку вот смотрите теперь показу как есть я же не то что вот видите как а а а а а а просто от настоящий майонез меньше минуты ну да меньше минуты а 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 от а а но Эту еду надо готовить руками своими, чувствовать, любовь передать к этой еде. Тем более мы себе готовим, не на продажу, нигде там, мы сами сядем. Да, сегодня пришел Рустам и говорит, сегодня будем без перчаток, попробуем сами с собой, чтобы было... Руки чистые, помытые, так что... Теперь с фаршом будет, да? Да. Внутрь был что-то? Нет? И мы уже ж нарезали сюда. Ага. Мы на крышу вернули. Там, какой районный. Приезжу. Так, так, так. Люля, как... Видишь, здесь только свиньи нужны фарш. Без всяких этих... Как люлики мы будем одевать, только меньше? Тут без коренного фарша, без добавления курицы. Я, может, еще не мотаю, что-то с сыром. На сыр? Ну, два. Так. Не, давай еще один сделаю. Сыр за человек не сделаю. Так что? Давай, давай, давай. Я же говорю. Давай, давай, все правильно. Помоги мне. Чтобы грустнее. Помоги мне. Так, чтобы перебора не было. Тусочки вдевайте, не втешите. Вот, как я. Чтобы они не прозваливались. Три сантиметра. Три сантиметра. Так. Отлично. А это, я думаю, а ци будут сами... Ну, я так думаю, а там я не знаю. Кому-то сыр нравится больше, чем мясо. О, что-то уже было. Ты сейчас разговариваешь? Ого. Нет, вот это как. Это можно порезать кусочками. Сейчас добавлю еще. Вот так добавлю. Одни или два штуки? Одни. Потому что мы полосами не держим. Тесто у нас сухое. Чуть-чуть надо. Ты наматываешь, да? Сейчас я смазываю. Ты думаешь, я не знаю? Я все знаю, Валю. А пробовать будешь? Да. Вот видите, как готовить – нет. А как пробовать – давно. Тут не умею еще. Так очистить. Берем. Да. Тут мужские руки. Вот так. Да. Все, что не приготовлено мужскими руками – вкуснее. Да. Я ничего против женщины не имею. Да. Да. Красавчик. Ну все нормально. У меня односторонний. Будем знать, что мне. Вот эти части. Всегда старайся влажными делать, чтобы прилипло. Видишь, у тебя… Ну немножко… У меня тоже там один получился так. Да нормально. Вот. Видишь? Вот. Влажность. Что делали? Сразу. То есть он не раскроется потом или ничего. Помашь это тоже. Ага, здорово. Угу. Я пока одену другую, а ты не будешь. Не выпивши. Самый день. Потом будут опять писать «Заболите у Стаса шампу». Ха-ха-ха. И его валик заболите. Да. Заболите у Стаса шампу. Вот. Сейчас будут заболите у Стаса шампу. Вот так. Отселись, колбаски будут. Я думаю, вообще бомбезные. Чего? Рассказывал. Мы в предыдущем видео фашку робили. Я добавлю. Данемо шампу. У нас здорово надо только что. Ага. Что, мясо все. Все сделает мясо? А чего все? Так люди надо. Хорошо. Сейчас сделаем. Это мы не будем делать. Не хочешь намагать? Нет. Нет? Да я бы не получил. Может и... Получится. Я тоже думал всегда каждый раз. Нет. Но они стыровые. Вот все. Вот так чуть-чуть капельками водички. Чтобы прилипли вот эти края. Вот так. Первый раз сразу прижимаем. И поднимаем. Я конфету замажу. Да. Слегка придавливая. Слегка придавливая. Чтобы она тянула хорошо. Если на бок пошла, то можно прижать здесь. Выравнивать. То есть ничего страшного. Чуть туда. Чуть сюда. Никакого абсолютно не имеет значения. Вот. Вот. Потом прижимаем. Вот. Кончики у нас прилипли. А здесь нет. Можем вот так вот сделать. Вот так вот. И все. И склеиваясь. И готово. Потом мажем. Все. Можно мазать. Вот. Где-то грамм сто. Не больше надо фарша. Вот. Как у нас выходят. Получается. Чтобы они друг друга не дотрагивались. А так мы кладем. И все. Пицца. Ось у нас сколько вышло шампуров. Три. Три. 11 штук. И делаем. Под наши хачапурики. Соус тарта. Рустама выход. Так. У нас. Вот. Начинка все готова. Нарезали. Как я и рассказывал. А вот. Соленая. Зелень. Чеснок. И все. Это у нас сметана. Это у нас то, что ты сделал майонез. Так. Теперь. Сколько мы делаем? Количество. Зависит от нас. Для этого. Ну. Не много. Да. Не много. Не много. Ну. А то пів банки сметаны. Чистил ложку. Так. Приблизительно. Марсируем. Раз. Два. Два. Два с половиной. Так. Майонез добавлю. Да. И столько же. Один к одному. Две майонез. Такий густецкий. Да. Раз. Два. Домашний. И половиночку. Типа. Кто как хочет, может еще чуть-чуть лимонного сока сюда. И вот это все отправляем туда. Нежно, аккуратно. Нежно, аккуратно. Так. Запожок уже пошел? Да. А соль надо или ничего не надо? У нас огурцы соленые. Поэтому мы не солим поначалу. Потом уже, если на вкус, если что надо, мы подсолим. У нас получилась классический натуральный тартар. Ага. Сейчас я попробую все его. О. Вот. Видно сразу, что все с натурального продукта. Не течет. Нет воды здесь нет. А ну накликнули чуть-чуть. Вот, я отрезал. Ага. Капанный. Я тебе скажу, на соль. Это больше сошкой намоли, что ты. Ага. Нужный раз. О. На соль сладкий. Хватит сладкий? Ага. Это же выпечка. К шашлыку, к рыбе. С рыбой вообще сочетается вот это вот. А к шашлыку добавляет острый перец чуть-чуть. Ммм. На мосту печеный. Оно такое, типа как? Поэтому ему надо минут 10, чтобы он простоял. Ммм. Ммм. Я привык дома делать по 10-20 литров. Мы делаем в неделю 20 литров. И что? Ну у нас в хачапурни уже идет. Ага. Приходит сразу день-два на май его. А потом, когда бы захотелось опять мы делаем. А это. Не только тортаж. И все остальное. Идем на мангал. Главное не спешить, надо паспирать. По-быстрому прикручивать. Видишь, вот это мы сразу поставили. Ничего страшного. Я возьму маску, я делаю его. Не, нормально, оно верхний получается моток. Моток, да. Обгорает, да. Из-за того, что... А его, как есть, можно отмотать верхний. Да нет, сейчас ножом раз и все, он будет. А. А так красиво. А так все просто чудно. Так что можете работать и в духовке. Наше это тоже. И плюс же мы сегодня специально поленились. Тонким мы этим тестом сделали. Из-за этого. Надо хотя бы минимум 3 миллиметра надо, чтобы толщина теста была. Мы совсем тонким. Из-за того, чтобы не накатывать где-нибудь ничего. Поначалу ведь так кажется, что вот подогревший, ничего подобного. Это в верхнем точке. Да. Мы же готовим на углях. Мы показываем, как есть на самом деле. Чтобы выковы так работали. У нас и деды раньше, испокон веков. И деды и прадеды. Это самый древний, самый античный рецепт. Вот это способ приготовления. Не было раньше ни печенья, ни духовок, ни где ничего. Все древние римляне. Да, да. С брызой тоже готово. Сейчас дуй, пожалуйста. Я сюда подойду. Ага. Это сразу, видишь, брызов. Держи-ка. Отлично. А как чуть останутся, так и не выходят. Руками хватать не надо. Вот так я. Раз. Значит, это готово. Держи-ка. Да. Вытягу. Оп. Класс. Да. Такие, как колбаски. Давай шуще. Ага. И выпады? Нет. Все. Друзья, ну вот как получилось все. Сейчас Рустам покажет, как его правильно есть. Мы сами не знаем. И так же Валя, как была за кадром, уже сидит за столом. Пробуем. Тоже интересно попробовать. Ничего. Рустам, покажи, как... Берем просто... Сначала с мясом дай попробуем. С мясом попробуем. Да. Вот это вот с мясом. Вот, как раз они пришли себе. Вот к себе так. Ага. Убери досочку. А, и просто обламывать. Вот. Берешь. Поломал. А, все, я понял. Себе ставишь тартару. Еще одну пень. Еще одну? Ну тогда, чтобы еще. Понравилось? Давай, Валя тебе тоже. Вот так. Так, с мясом, да? Нет, это... Сыром. С сыром. С сыром. Вот так. Берешь, отломаешь, намыкнуло и... Вперед. Я про аппетит. Пробую. Пробуем. Смакуем? Да, смакуем. Вон, вот фарш. Вот, лучше попробуем. А вот смотрите на фарш. Вот смотри, видишь? Нормально? Сыр. Один сыр. Да. Ты макаешь. Так, так, так. Иди тут. Ммм. Вот так. Ммм. Смак вот так. Опа. О, классно. А сок, смотри, какой течет. О, смотри. Ооо. Класс. Класс. Вот так. Вот. Вот я вот так. Вот так. Ммм. Течет снимал. Горячий. Ну как? Супер. Ммм. Сам вкус отличается от вида визуального? Отличается от вида. Ну, так вроде бы не аппетитный, а вкус очень вкусный. И получается мясо внутри вкуснее, чем на люля-кебаб. Потому что мы добавили сюда брынзу. Да. И оно получается сочное, такая шкопыть внутри. Ммм. Ммм. Всем приятного аппетита. Спасибо. Я с сыром не в голову. Ну так бры, пробуй. Валя, ну я к тебе с сыром. Очень вкусный. Один сыр. И вообще вот это, что оно подгоревшее, оно... Наоборот дает привкус. Привкус, да. Рекомендую вкуса. Да. 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 Красиво. Приятного аппетита. Сыр, спасибо. Ставьте лайки. Не, ну с мясом вообще отлично. Да. Ну вот, а давай мы с мясом готовы все. Фарш прям, ну, реально готовы у нас стычевые. Сочный, сочный. Я думал фарш на минуту, так быстро он и сможет приготовиться. Я тоже. Угу. Я думаю сырой будет. Угу. Да? Угу. 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 А как там вообще? У нас там же температура была выше 300 градусов. Если не больше. Угу. Поэтому, сначала пока дойдет температура там внутри даже, верхний слой прогоряет, как бы ты ни старайся его не вырезаться. Даже если толстое тесто. Да. Да, да. Дуже вкусно. Спасибо вам всем, всем приятно. Будем ести. Просто не передай вкусно. Скажи.